Привет, боевые скауты! С вами Кьюбейт, и добро пожаловать в видео о лего-играх. Как-то давненько мы о них не говорили, и как-то давненько не было какой-то новой информации и свежих различных анонсов. Начался сентябрь, вместе с ним началась учеба, но также началась осень. А осенью, этой осенью, будет очень много всего леговского. Например, лего-фильм Ниндзяга, лего-фильм... лего-фильм, лего-нидзяга, игра. Ох, что-то я запутался. Новые паки лего-дейменшенс, и, возможно, это последняя волна из всех. Ну и, конечно же, лего-марвел супер-хероус 2. Чуть было не забыл про лего-уорлд, сегодня мы даже в нее поиграем и посмотрим персонажей из лего-нидзяга, которые уже появились в игре, но еще как бы и официально, и неофициально. То есть официально дело синий вышло, но персонажи уже появились в игре, и это сделали сами разработчики, но об этом чуть позже. Вот люблю я Марвел за то, что они постоянно кормят нас новой информацией. Например, что касается лего-марвел супер-хероус 2, то они постоянно пустят новые фотки, новые кадры из игры, новые промо, новые тизеры, новые геймплейные ролики, трейлеры и прочее. То есть постоянно есть о чем поговорить, есть что показать, и вы никогда не можете забыть об этой игре, потому что регулярно что-то новое о ней всплывает. И это даже хорошо, потому что игра выходит только в ноябре, но вот вы помните о лего-марвел супер-хероус 2? Я думаю, что да. Вот практически последнюю неделю каждый день появляется новая фотография. То это железный кулак, то это Тони Старк из Дикого Запада, где у него еще и костюм черный. То это маэстро, то это Хэлла, то это свин-паук, например. То есть много всего появляется, и это круто. Обожаю лего-марвел супер-хероус за это. Я думаю, ближайшие какие-то крупные анонсы состоятся только на Комик-Коне Нью-Йоркском, который пройдет только в начале октября, по-моему, 6-го, 6-го по 10-е, что-то вот такое. В общем, в начале октября стоит ждать новой информации о лего-марвел супер-хероус 2, а пока можно забыть и наслаждаться различными фоточками. Текс, текс, текс. 5 тысяч лайков, и я делаю новое видео. Хотя я и так его уже делаю, это паучий дрон, который выйдет завтра. Вы дождались все-таки. Но считайте, это будет на следующее видео, потому что вы там на прошлых роликах много лайков накопили, там огромное количество. Большое, кстати, спасибо всем тем, кто поддерживает. Но это будет на следующее видео, то есть я тоже его скоро сделаю. LEGO Dimensions. Как-то давно мы о ней не слышали, потому что разработчики взяли небольшой отдых, небольшой отпуск, чтобы допилить новую волну, именно девятую волну, которая включает в себя юных титанов, битлджуса и супер-крошек. Кстати, выходит эта волна уже 9 августа, то есть продажа, ой, точнее, что я несу? 12 сентября, я даже не знаю, откуда это число появилось. 12 сентября выходит новая волна, девятая. И, ну, естественно, только паки поступят в продажу, это будет только в США и, может быть, еще в странах Европы. Но до России, понятно, LEGO Dimensions так и не добралась. Если мне Warner Bros. пришлют паки, то это будет здорово, потому что они сделают это быстрее. Если нет, то я в обычном порядке куплю эти паки, как я это делал постоянно, куплю, привезу в Россию, покажу вам, сниму о них видео, сделаю русские субтитры. В общем, сделаю все, чтобы вы могли посмотреть хотя бы юных титанов, потому что там будет эксклюзивный эпизод, но это хоть как-то, мне кажется, интересно и уникально. Потом уже посмотрим, если вам понравится, сделаю и битлджуса, и супер-крошек. А вот как-то об игре The Lego Ninja Ga Movie Video Game вообще ничего не слышно, только на Кумиконе показали некоторые геймплейные ролики, показали трейлер, там какие-то маленькие промо и вроде как затишки. Да, игра выходит уже совсем скоро, то есть в конце сентября, она выходит на следующий день после фильма, такое мы уже видели с миром юрского периода. Довольно удачный запуск, то есть сначала запускается фильм, там, ну, вот идет кто-то на премьеру, смотрит его, на следующий день выходит игра, люди ее покупают и играют уже в игру. То есть, если она повторяет сюжет, то они, ну, проходят сюжет еще раз и сами себе его напоминают. Если там есть какие-то новые фишки, а я надеюсь, что такое будет, то они как бы, скажем так, продолжают фильм, что-то вроде этого. Хотя я уверен, что сначала там будет повторение сюжета, а потом много новой информации, много нового всего. Я, по крайней мере, надеюсь, у меня вот еще остается вот эта надежда, что они сделают не только по фильму, но сделают и по мультсериалу различные хотя бы DLC, которые можно будет купить по мультсериалу, это будет офигенно. Если такого не сделают, то я не знаю, что они упускают, что они делают, это первая игра по Лего Ниндзяга, и вот если они так обломают, это будет очень жестко с фанатами. Обязательно перед выходом фильма Лего Ниндзяга сделают тематические ролики вообще по Ниндзяга вселенной, то есть будет касаться и мультсериала, и наборов, и фильма, разумеется, несколько роликов, думаю, будет. Потом по киновселенной Лего я как-то еще не разобрался, ничего не делал, хотя давно хотел, вы об этом помните. И по поводу игр тоже есть всякие новые слухи, например, какие игры могут стать следующими в серии Лего, тоже, думаю, будет интересно, так что обязательно сделаю. Вы, главное, отписывайтесь в комментариях, говорите, что вы хотели бы увидеть больше всего, ну и если видите похожие комментарии, то ставьте на них лайк, чтобы они поднимались выше в комментариях. Не пишите всякие там типа я первый рекламу каналов, пишите что-то годное в комментариях, это всегда помогает. Мы дошли до корня этого видео, Лего Ниндзяга в Лего Уорлдс. Вы знаете, что есть еще и DLC Лего Ниндзяга, я о нем говорил в видео о будущем DLC для Лего Уорлдс, и там я рассказывал о Лего Ниндзяга. Так вот, наконец-то персонажи появились, и я не понимаю совершенно маркетологов и людей, которые отвечают за вот выпуск DLC, за рекламу и прочее в Лего Уорлдс, потому что они выпускают какие-то DLC, каких-то персонажей, вроде они готовят это все, выпустили даже некоторый тизер, но потом они зачем-то поместили персонажей в игру и все, но DLC не выпустили, никакой информации нет. Зачем они это делают, не знаю, это не какой-то слив, это просто специально они помещают в творческую вот эту студию, то есть в режим песочницы, помещают персонажей, но официально DLC не выпускают, не надо так. Мы уже в игре, и теперь я готов вам это быстренько показать, смотрите. Нам нужно зайти в наш инструмент, потом, конечно же, инструмент исследователя, открыть наше открытие, и здесь мы сразу видим персонажей из фильма, ну или не из фильма, или просто из вселенной Ниндзяга, я пока вот сам не понял, но вроде как это злая, э, герой из фильма, я еще их просто не спаунил, и костюмы не особо вижу, но скорее, да, это скорее всего, да-да-да, особенно по ней это видно, это из фильма Лего Ниндзяга фильм. Давайте добавим первого Зейна, вообще я всех хочу добавить, чтобы посмотреть, как они выглядят, что они умеют и прочее, то есть поиграть за них я вроде как не могу. То есть это у нас Зейн. Ну окей, погодите. Я потом еще проверю обязательно, я пока всех заспауню, это у нас Мастер Ву. Они все без оружия, без чьего-либо, можем посмотреть анимацию, можем посмотреть, как они выглядят в игре, и как они примерно будут выглядеть в Лего Ниндзяга Муви Видеогейм. О, понятно, Зейн уже начал куда-то уплывать, погодите, еще давайте добавим Нию. Вообще, я хотел бы, конечно, посмотреть на их способности, можно попробовать их, например, заагрить. Воу, окей, все-таки у них есть анимация, и скорее всего она меня быстро убьет. Я попробую сейчас уйти. Да, хорошо, у нее есть анимация, ну, некоторой воды, хотя это больше просто похоже на какие-то звездочки, какие-то частички такие. Я, пожалуй, ее просто уберу, потому что она меня убьет, если я бы ее не выключил отсюда. Идем дальше, я тянуть не буду с этим. Ллойд. Выглядит вот так. Наверное, стоит его тоже, наверное, заагрить. Ой, эээ, ой. Это был Мастер Ву, ладно, с ним я лучше не буду связываться. Погоди, Ллойд. Все они как-то ходят, вау. Почему-то у них у всех удары как салюты. Вот, вот я вспомнил, что это напоминает, это напоминает салюты, жутко прям. Окей, ладно, ладно, стой, стой, все, 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 давай, мир. Мир во всем мире, парень. Я попробую добавить, например, Кая. Надеюсь, у Кая есть огонь. Если они ему тоже сделали салюты, то это все-таки... Я уже вижу, что это салюты, черт. Не, в игре, надеюсь, такого не будет. Ну, в Лего Ворлдс может быть и да, но... В игре, посвященной фильму, такого не будет, я надеюсь. И вряд ли вообще. Джей. По сути, например, у Джей должны быть молнии. Но мне кажется, что... Да, видите, у него тоже салюты, и по-моему, точно такие же, как у Ни, например. Все они какие-то очень осторожные. Кстати, когда я умираю, но это, скорее всего, уже фишка джестра. Он так взрывается фиолетовым, по-моему, да. К сожалению, они почему-то все ходят осторожно, и не показывают какие-то другие, например, анимации прикольные. Свои эмоции другие и так далее. И все, дальше у нас идет уже самурай. Других персонажей я не вижу, хотя в тизере, в том маленьком тизере, были показаны еще и злодеи. И злодеи как раз-таки из мультсериала. Что меня немного смутило. Может быть, я просто плохо знаю, но это, по-моему, не из фильма. Уж точно. Больше здесь я ничего интересного не нашел. То есть, нет никаких новых животных. Например, драконов. Нет, хотя уверен, что появятся драконы. Хотя бы тут зеленый дракон Ллойда. Механически. Что? А, нет, это тролль. Никаких, вроде как, новых транспортов тоже не появилось. Хотя, я надеюсь, что появятся транспорты персонажей. Например, вот эти, допустим, их трансформеры. Которые показали нам уже в трейлерах. Вот, здесь есть какой-то грузовой самолет. Нет, это интересно, но это все равно не то. И здесь я тоже больше ничего интересного прям такого не нашел. Что касалось бы Лего-Ниндзяга. То есть, пока добавили только персонажей. И полноценное видео об этом делать бы не было смысла. Потому что здесь мало всего показали. Только вот персонажей добавили. Но вот так, в таком, знаете, маленьком фрагменте репортаж сделать стоило. На этом, я думаю, видео можно закончить. Большое спасибо, что вы его досмотрели до конца. Если это так, то можете поддержать его лайком, если вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу всего того, что я озвучил в этом видео. Ну и также, что вы думаете по поводу самого видео. Монтаж, звук и прочее, прочее. То есть, всякие такие нюансы. Пишите, что можно исправить, что можно добавить. И так далее. Я всегда рад новым каким-то фишкам. И подписывайтесь на всякую... На любой канал подписывайтесь. Но на это тоже подписывайтесь, конечно же, кроме всякой всячины. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok